Всем привет, с вами Изи Роботов Трансформеров и сегодня у нас на обзоре модель Sky Warp из серии Трансформеры Combine Wars Битва Гештальтов 2016 год. Это у нас модель лидер класса и известный персонаж вселенной трансформеры. Модель выполнена на базе другой модели Starscream, Thundercracker, а до этого эту модель разработали для трансформера Jetfire, который в свою очередь являлся взятой моделью из вселенной Makros. Ну это первая модель. Сейчас это новая разработка, на 2015 год конечно новая, а до этого на 2014. Здесь идет в комплекте огромное количество орудий, бластер со снарядом, бластер маленький, бластер побольше, на ногах бластер с отверстием, поэтому ставится только на ноги. И при этом все эти бластеры можно объединить в такую своеобразную беспилотную летающую машину, поскольку у самого бластера есть коннекторы, а у этих бластеров есть специальные отверстия для соединения. Вот таким вот интересным образом можно создать достаточно большую конструкцию, которая действительно напоминает самолет, особенно вот СОПО двигателей. Ну не будем дальше развивать эту тему, достаточно многофункциональная оснастка вооружения у данного трансформера. Так, к нему можно также одеть корону Старскрима, которая идет в лидер класс фигурки в этой же линейке трансформеров. Далее голова у него поворачивается, смотрит наверх, руки можно поднять. Подвижность достаточно высокая, единственное, действия за спиной ограничены его крыльями. Далее нога может быть поднята вперед, назад, колено, в бок и ступня имеет достаточно большую степень свободы, поскольку находится на двух соединениях, она может быть вперед-назад, единственное, вправо-влево у нее нет функции. Хорошо, ну в рамках модели трансформера у этой модели достаточно высокая степень свободы экшн-фигурки. Хорошо, давайте займемся трансформацией, все-таки трансформер это в первую очередь трансформация. Чем она интереснее, чем она сложнее, тем более достойная модель получается у конструктора. Ноги спрячем, ступни в ноги. Корпус идет вперед, открываем вот эти части, поворачиваем голову в эту сторону, далее отцепляем нос самолета, поднимаем этот элемент, соединяем, здесь можно заметить пины, чтобы ровно стало, далее заводим сюда руки и поворачиваем их вот таким образом. В последующем их надо будет объединить, руки вместе. Далее поворачиваем ноги вот так и заводим сюда. И вот так вот, скажем так, предварительно состыковали. Отодвинув ноги мы освободили здесь место, далее соединяем вместе руки и здесь вот их фиксируем, вот в этом месте. Ноги заходят частично в пространство рук и фиксируются на крыле. Давайте с этой стороны посмотрим. Следующая вот эта часть должна быть полностью повернута, да она здесь вот видите, чтобы здесь параллельно были элементы. Следующая часть мы поднимаем вот так и поворачиваем голову сюда. Следующее, что нам надо сделать, это зацепить и выводим конус. Хвост вот здесь встает на место. Укрыли, хвосты уже открыли и истребитель готов, можно достать у него переднее шасси. Далее, чем он интересен? Хвосты поднимаются, опускаются, больше здесь ничего такого нету и есть кабина, которую можно открыть. В кабине можно увидеть два сиденья пилотов и панели управления. Да, очень неплохо реализовано достаточно и непосредственно сами окна прозрачный, оранжевый, красиво очень смотрится. Так, оснастку можно поставить на место. Эта часть ставится сюда, здесь есть провязь для шасси. Далее, вот эту на среднюю часть, эту на крайнюю. Эту часть можно, например, сюда пристроить, приделать, но она здесь недостаточно хорошо смотрится, поэтому скорее ее можно поставить вот сюда. И получается у нас истребитель в боевой оснастке. Давайте еще раз рассмотрим его. Цвета черный и фиолетовый очень красиво реализованы конструкторами и дизайнерами. Снизу раз трубы воздухозаборников очень классно реализованы. Что действительно самолет летит благодаря потоку пламени с помощью давления и турбин. и забранного из воздуха кислорода. Хорошо, давайте странсформируем обратно. Для этого надо снять оснастку, она немножко будет мешать при трансформации, так как в нее будут упираться ноги. Шасси. Открываем кабину. Здесь самое непростое вот эти вот фиксаторы подцепить. Далее. Выворачиваем сюда, на место и поворачиваем голову в ту сторону. Все, эта часть подготовлена. Далее. Отцепляем ногу. Выворачиваем. И на место. Так же с этой. Далее вот здесь отцепляем руки и разводим их в стороны, но не фиксируем. Фиксацию лучше проводить уже после установленной. И фиксируем здесь вот так. И в крыло. Все. С этой стороны зафиксировали. Сюда. И в крыло. Поворачиваем. Немножко отгибаем для изящества. Следующая часть это. Вот это сюда. И вот она встает. Это сюда прижимается. Достаем ступни. И получается Sky Warp готов. Ставим его оснастку. Эту часть сюда. Так как это дает отсылку нам на наплечные орудия из Generation One. Эти элементы ставим сюда. И бластер заряженный снарядом сюда. Все. Трансформер готов. На этом предлагаю завершать обзор. Подписывайтесь к нам на канал. Ставьте лайки. Приезжайте в музей. Станьте спонсором нашего музея. Либо подарите трансформера фонд музея. Мы их сохраним. И вы и ваши потомки со временем увидите все многообразие сохраненных моделей, созданных в истории этого удивительного направления техники. Всем до скорых встреч.